Всем привет! Наконец-то Swift 5 теперь официально выпущен. Его главная задача была обеспечить стабильность IBE, благодаря чему Swift Runtime теперь включен в текущие и будущие версии операционных систем Apple — macOS, iOS, tvOS и watchOS. А это означает, что приложения, написанные на Swift 5 и собранные для последних версий этих операционных систем, больше не будут включать динамические библиотеки для Swift Standard Library и Swift SDK, а это значит, что размер приложения уменьшится. Но кроме этого, Swift 5 предоставляет нам огромное количество нового функционала и поэтому в этом видео мы пройдемся по новым ключевым возможностям, для каждой из которых я напишу немного кода, чтобы показать вам, как они работают. Перед тем, как я начну, скажу, что все изменения никак не коснулись процесса сборки приложений, которые были написаны на Swift версии 4.2 и 4.0. И поэтому все приложения, которые были написаны ранее, все также будут компилироваться. Поэтому все курсы, с которыми вы можете ознакомиться на нашем сайте swiftbook.ru, безусловно, все также актуальны и ждут, когда вы их посмотрите. Ну а сейчас давайте перейдем к первой новой фиче Swift 5.0 SE 0200, которая предоставляет нам возможность создавать сырые строки, где обратный слэш и кавычки интерпретируются как буквенные символы, а не как экранизирующие символы или ограничители строк. Часто это облегчает их использование, но в частности выигрывают регулярные выражения. Чтобы использовать сырые строки, поместите один или несколько символов хэш перед строками. Например, let rain hash the rain in Spain falls mainly on the Spaniards. Символы хэш в начале и в конце строки становятся частью разделителя строк, поэтому Swift понимает, что автономные кавычки вокруг rain и Spain следует рассматривать как буквальные кавычки, а не как конец или начало строки. Сырые строки также позволяют использовать обратный слэш. Let keypuffs равняется хэш кавычки, Swift keypuffs, такие как backslash person.name хранят непроверные ссылки на свойства кавычки хэш. Здесь обратный слэш рассматривается как буквальный символ в строке, а не как экранизирующий символ. Это в свою очередь означает, что интерполяция строк работает по-другому. Let answer равняется 42. Let don't panic равняется хэш кавычка the answer to life the universe and everything is backslash хэш скобочка answer скобочка кавычка хэш. Обратите внимание, как я использовал backslash хэш ансер для интерполяции строк. Обычный backslash ансер будет интерпретироваться как обычные символы в строке, поэтому если вы хотите, чтобы интерполяция строки происходила в сырой строке, то вам нужно добавить дополнительный символ хэш. Одной из интересных особенностей сырых строк в свифт является использование хэш-символов в начале и в конце. Но существуют такие маловероятные ситуации, в которых символ хэш уже употребляется в самой строке, и в таком случае мы добавляем по еще одному хэш-символу в начале и в конце строки. Трудно привести хороший пример, потому что подобная ситуация действительно очень редка, но давайте рассмотрим такую строку mydog set woof, хэштег gooddog. Поскольку перед хэш нет пробела, свифт увидит хэш и сразу же интерпретирует его как символ окончания строки. В этой ситуации нам нужно изменить наш разделитель из хэш на хэш-хэш примерно так. LetString равняется хэш-хэш, кавычка, mydog set, кавычка, woof, кавычка, хэштег, gooddog, кавычка, хэш-хэш. Обратите внимание, что количество хэш-символов в конце должно совпадать с числом в начале. Сырые строки полностью совместимы с многострочной строковой системой свифт. Просто используйте хэш, кавычка, 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 в начале и затем кавычка, 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 хэш для завершения. Вот так. LetMultiline равняется хэш, кавычка, кавычка, the answer to life, the universe, and everything is, бэкслэш, хэш, answer, кавычка, 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 хэш. Возможность обойтись без большого количества обратных слэшей особенно полезна в регулярных выражениях. Например, написание простого регулярного выражения для поиска путей ключа, таких как бэкслэш, person.name, выглядит следующим образом. LetRgX1 равняется кавычке, 4 бэкслэша, затем хотя бы один символ верхнего регистра, затем один или несколько символов нижнего регистра, затем два бэкслэша, точка, и затем уже далее тоже один или несколько символов нижнего регистра. Благодаря сырым строкам можно написать это выражение без половины обратных слэшей, но совсем без них не обойтись, так как регулярные выражения их тоже используют. Теперь давайте перейдем к другой новой фиче, которая связана с обработкой будущих кейсов в Unumi под номером SE0192. Данная фича теперь добавляет возможность различать фиксированные перечисления и перечисления, которые будут изменяться в будущем. Одна из функций безопасности SWIFT заключается в том, что все операторы SWIFT должны быть исчерпывающими, они должны охватывать все кейсы. И хотя это работает хорошо с точки зрения безопасности, это вызывает проблемы совместимости при добавлении новых кейсов в будущем. Системный фреймворк может посылать что-то другое, то, что вы бы в своем коде еще не предусматривали, или код, на основе которого вы пишете свой код, может добавить новый кейс и вызвать ошибку компиляции, потому что инструкция SWIFT в каком-либо месте уже больше не является исчерпывающей. С помощью нового атрибута unknown теперь мы можем различать два слегка различающихся сценария. Первый из которых звучит как «Этот дефолтный кейс должен выполняться для всех остальных случаев», потому что я не хочу обрабатывать их по отдельности. И второй, я хочу обрабатывать все кейсы по отдельности, но если в будущем что-нибудь произойдет, то используйте его, а не вызывайте ошибку. Давайте ниже создадим ину, который назову PassportError, типа Error. И здесь давайте создадим три кейса. Первый Short, второй Obvious и третий кейс Simple. Мы могли бы написать код для обработки каждого из этих кейсов, используя блок SWIFT, поэтому давайте это сделаем. Напишем функцию func showold, которая будет принимать себе Error, который будет типа PassportError, то есть нашего enum. И здесь давайте с помощью свеча вызовем Error. И допустим в первом кейсе, в кейсе Short скажем print Password was too short. Вызовем второй кейс, case obvious. Здесь напишем print. Password was too obvious. Ну и давайте в дефолтном кейсе напишем print. Your password was too simple. Только здесь вот так вот. И смотрите, здесь мы явно используем два кейса для коротких и очевидных паролей, но третий кейс у нас объединяется в блок по дефолту. Теперь, если мы в будущем добавим новым кейс в перечисление, допустим давайте добавим case old, то теперь данный case old будет также входить в дефолт. Как вы видите, никакой ошибки не возникает. SWIFT не может предупредить нас об этом коде, потому что технически он правильный, поэтому эту ошибку легко упустить. К счастью, новый атрибут unknown отлично это исправляет. Он может использоваться только в дефолт кейсе и предназначен для запуска при появлении новых кейсов в будущем. Поэтому перед дефолт давайте напишем unknown. И теперь этот код будет выдавать нам предупреждение, потому что блок свитч больше не является исчерпывающим. SWIFT хочет, чтобы мы обрабатывали каждый кейс явно. И хорошо, что это только предупреждение. И именно этот факт и делает этот атрибут таким полезным. Если фреймворк добавит новый кейс в будущем, то вы будете предупреждены об этом, но он не нарушит ваш исход. То есть давайте откроем предупреждение, нажимаем фикс и нам добавляются два новых кейса. Теперь расскажу вам о следующей очень полезной функции под номером SE0218, которая добавляет новый метод compactMapValues в словаре, объединяя функциональность метода compactMap из массивов, который словесно можно описать примерно как преобразуйте мои значения, извлеките результаты, затем отбросьте все, что нил. И с помощью метода mapValues из словарей, который также словесно можно описать как оставьте ключи нетронутыми, но преобразуйте значения. В качестве примера приведу словарь, состоящий из участников гонки, а также время, которое им потребовалось, чтобы финишировать в секундах. Три человека финишировали, а один не финишировавший отмечен как dnf. Мы можем использовать compactMapValues для создания нового словаря с именами и временем в виде целого числа с одной удаленной парой, содержащей значение dnf. Поэтому ниже давайте напишем let finishers1 равняется times.compactMapValues и сюда в краткой форме давайте запишем int $0. Нажимаю run, print, finishers1. Еще раз запускаю. И теперь видите, что в консоль выводятся только те люди, которые добрались до финиша. И мы это с вами сделали только с помощью одной строки. Еще один способ, как мы можем это сделать. Давайте напишем finishers2 равняется times.compactMapValues и сказать int.init. Теперь также давайте print finishers2 запустим симулятор. Результат абсолютно такой же. Мы также теперь можем использовать compactMapValues, чтобы извлечь опционалы и отбросить значение nil без выполнения какого-либо преобразования. Например, давайте создадим еще один словарь. Теперь я создал еще один словарь, который говорит, сколько лет каждому человеку. Например, Алексею 28, а у Боба нил. То есть он либо не родился, либо уже пожил. Давайте ниже создадим let known ages равняется people.compactMapValues. И сюда в краткой форме просто передадим $0 и напишу print. Но он ages. Теперь запустим симулятор. И как видим, данный метод отбросил все значения в словаре, которые являлись nil, то есть боба. Ну и раз мы начали говорить про новые методы, то под номером se0225 к нас добавляется еще один метод к целым числам, позволяя нам проверить, является ли одно число кратным другому. Гораздо более понятным способом, чем использование операции деления остатка через символ процент. Вот такой вот. Например, давайте ниже создадим let row number равняется 4. И здесь ниже скажем, если row number из multiply к двум, то тогда он у нас будет четным. Print even. А если же нет, если else, то тогда print odd, то есть нечетный. Запускаем. И как мы видим, число четное. Да, мы могли бы написать ту же самую проверку, используя if row number деленное на 2 равняется 0. Но вы должны признать, что это менее очевидно, чем использование метода из multiply. Потому что данный функционал в качестве функции, а не в качестве какого-то символа, означает, что он может быть предположен функции автодополнения икс-хода, что само собой делает его более очевидным для использования. Ну и напоследок хочется сказать, что кроме добавления нового и полезного функционала, в языке Swift также произошли небольшие изменения. Так, например, хочу обратить ваше внимание на номер SE0230, который позволяет теперь нам избавляться от двойного опционала в результате вызова функции с try. Наверняка многие сталкивались с тем, что при вызове с rowable функции, возвращающей опционал с помощью try, в результате получался тип, завернутый в два опциона. Это не очень удобно, и поэтому в Swift 5 вызов try в таком случае вернет тип, завернутый только в один опционал. Ну то есть теперь это выглядит вот так вот, как это было до пятого свифта, а как это будет теперь. Ну то есть поскольку опциональный объект является опциональным, он использует опциональную цепочку. А поскольку метод foo может выбросить ошибку, он использует опциональный try для того, чтобы преобразовать метод try в опциональный, и в итоге мы получим вложенный опционал. И до этого мы возвращали объект с двойным опционалом, сейчас же мы вернем объект с одним опционалом. Это новое поведение соответствует существующему поведению опциональной цепочки и условному приведению типов. То есть если вы хотите, вы можете использовать опциональную цепочку дюжину раз в одной строчке кода, но вы не получите 12 вложенных опционалов. Точно так же, если вы используете опциональную цепочку с S, то вы все равно получите только один уровень опциональности, ведь обычно это именно то, что вам и нужно. Итак, как вы видите, Swift версии 5.0 принес нам массу нового функционала. Конечно, всю информацию в печатном виде вы можете найти на официальной странице. А у нас на сайте есть статья, которая также изложена обо многих новых фич 5-го Swift, в которой все написано на русском языке. Ссылка на нее оставлена будет в описании, поэтому переходите и читайте. Также напишите мне в комментариях, какой функционал понравился вам больше всего, и что вы будете использовать в своих проектах. Ну и как я уже сказал, все нововведения никак не затронут компиляцию проектов, написанных на Swift версии 4.2 и 4.0. Поэтому все курсы по изучению Swift, которые вы можете найти на нашем сайте, все так же актуальны, и в общем переходите и ознакомливайтесь. А с вами был Пархоймин Калексей, портал swiftbook.ru, и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok